Прошлогодний пятый семейный шахматный турнир «Мама, папа, я – шахматно-шашечная семья» стал самым ярким и рекордным по количеству участников. В нем соревновались 18 команд из Полевского, Екатеринбурга и Ревды. К сожалению, в этом году случился спад, и нынешний турнир вызвал меньше интерес у шахматистов. Для справедливости ради отметим, что параллельно в Арамиле проходил еще один областной турнир, и часть гроссмейстеров отправилась туда. Поэтому в Полевском участвовали только местные любители шахмат. Но в этом году, я не знаю, или в кризис, или санкции сделали свое дело. Так что пока участников незначительные. Но все равно будем проводить. Живая традиция, да. Будем... Я тут собрал своих шахматистов, мы сейчас их по командам рассадим и будем пробовать. Но это будет самое... Уровень третьего разряда. Так что... Ну, это не так хорошо, конечно. Вот, в прошлый год там и кандидаты были, мастера ребята. Но в этот год мы не дошли еще до этого уровня. Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров, отдельно, среди детей и взрослых. Одна из юных, подающих надежды полевских шахматистов, второклассница школы лице «Интеллект» Вероника Андрюк, уже сейчас играет на уровне второго разряда. На вопрос, белыми или черными ей больше нравится играть, отвечает. Белыми. Почему? Они начинают, создают хорошую позицию себе. В итоге Вероника и стала победительницей среди девочек. А среди мальчиков не было равных четверокласснику 18-й школы Александру Новожилову. Причем первую партию на турнире он выиграл, поставив так называемый детский мат при помощи коня. Соперник не видел доску. Когда я поставил ферзя под мат, он напал на коня. Конь защищал ту клетку, куда я должен был поставить ферзя для мата. Он этого не увидел, напал на коня. Я поставил мат. А среди взрослых победу на турнире одержал Владимир Боковиков. Организаторы благодарят за помощь в проведении фестиваля Комбинат Черкашин и Партнер, Фабрику Слада, Комбинат Молочный Гид, Индивидуального предпринимателя Игоря Кулбаева, а также фирму Неоприз.